Всем привет! У большинства возникал вопрос, как сделать рандомную музыку на своем уровне. Какой написать blueprint, чтобы эта музыка воспроизводилась, допустим, с одной, второй, третьей, любой позиции, как говорится. Допустим, сейчас у меня есть три звука музыки, да? И я хочу их воспроизвести на уровне. Но зачем писать blueprint, если есть саундку? Это очень хорошая штука, которая нам помогает создать из звуков какие-то, так скажем, звуковые blueprint. Нам не нужно написать где-то на уровне что-то, выбор из звуков, или создавать переменную типа array, в котором прописываются все. Давайте, вот смотрите, выбираем либо один звук, да, допустим, нажимаем правой клавишей, create sound cue, либо все, выбираем, нажимаем create sound cue, и если мы выбрали все, он поместит все эти звуки в один sound cue. Так, давайте его и оставим название, заходим в него. И теперь все, что мы поместили, он делает сразу рандомные значения. То есть, здесь мы практически ничего не делали, он все сам сделал. Но если вы вдруг, у вас было вот такое вот состояние, да, то есть, вы сделали на одном звуке, и нету рандомности, то здесь, естественно, он есть у нас такая именно часть, которая нам показывает, да, вот она. По сути, все ноды, которые здесь находятся. Если вы посмотрите, здесь есть у нас и рандом, вот я ее вытащил. Также здесь есть у нас лупинг. Ну, допустим, давайте сделаем так. Если мы поместим наши звуки сюда, так как у нас здесь только один остался, выделяем все остальные, переносим. И они вот как раз-таки уже внутри оказались. Чтобы здесь рандомно, естественно, все подключаем. Если вам не хватает пина подключить, да, нажимаем Add Pin и подключаем сюда. Ну, если у нас, допустим, выберется вот этот второй звуковой файл, то при том, как он окончится, естественно, это прекратится. То есть, не будет никаких звуков. Ну, для этого мы поставим лупинг. То есть, будет повтор общего состояния вот этого всего. То есть, он лупинг сделает и выберет уже следующую какую-то звуковую часть. Так же здесь вы можете выбрать основную, так скажем, ноду, да, которая нам выдает звук. Здесь вы можете прибавить саму громкость. В данном случае она стоит 0,75. Единицы – это максимальное значение. Да, ну, есть, конечно, и больше, но там вы почувствуете, что звук превышает свои децибелы, и это некрасиво, некачественно звучит. В общем, надеюсь, это видео вам поможет. Также вы можете все это поместить на уровень, естественно, да, то есть, вы можете выбрать уровень. В данном случае это у меня вот какой-то уровень в виде меню. Давайте. Мы открываем blueprint уровня Open Level Blueprint. Естественно, здесь у меня есть сама часть, которая загружает виджет, да, нашего меню уровня. Ну, и здесь просто индексация, что у нас появляется мышка, курсор мыши, и переходит на UI захват, так скажем. Ну, и давайте здесь добавим звук. Мы, в общем, можем либо можем воспроизвести, да, play sound, допустим, 2D, но add location нам здесь не нужен, потому что это у нас меню. Нажимаем play sound 2D, выбираем наш Q, который мы создали, и нажимаем стрелочку. все. То есть, здесь вы можете также отрегулировать громкость pitch, ну, и время начала там, то есть, этого звука, ну, в данном случае с нуля пойдет. А если мы сейчас запустим наш уровень, то у нас пойдет музыка. то есть, каждый раз мы запуская нашу меню, у нас появляется разная музыка. и вот эта вот рандомность нам помогает как-то составить общую картину, что у нас, так скажем, приложение, игра, это не такая линейная часть, да, то есть, это все-таки дает разнообразие. А на этом все. До скорой встречи. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok